И герои есть достаточно мобильные, которые могут за этим тинкером гоняться. Да, это и правда так. Субтитры сделал DimaTorzok Да, мне кажется, не должно быть проблемы у игроков, у настолько опытных, с пулом героев. Если ты планируешь играть на профессиональной сцене, или ты хочешь выступать хорошо, так пожалуйста, займись этим вопросом. Да печально, печально это все. Ну а как тогда играть на про-сцене? Вот ты заходишь в игру, три бана у ребят, или там два бана, одного они забрали. И что делать? Ну да, да, я помню. Просто перебанив всех его персонажей. Да, кстати, помню, было тоже такое. Отлично. Так, 3-2-1, поехали. Будет боль. И будут, мы знаем, те, кого любим. Ну, мне кажется, могут сейчас сами агрессивничать Эмпайр. И, возможно, попытаются сами нападать на этого Оракла. Не забываем, что персонаж очень тонкий, 560 здоровья, две брони. Да, да, именно вдвоем. Ну да, в эти моменты придется в Эрке, конечно, более осторожно стоять на линии. Не сильно подставляться. Так, слышу, как там тангольер. Пользует свои таунты. Кто их придумывает, вообще не знаю. Особенно вот такого формата. Нужно посмотреть, пересмотреть тебе нужно записи Пупея. Был когда-то... Последнее время, да, 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 да. Ну, а годика два назад, тогда вот этот самый Дум на четверке был ультра-тендовый. Значит, тут ребятки Герокоптера убили на руне. Как тебе такое? Да, конечно, опыта не сильно много получили, но деньжата. 300 монет на ВРке. А, и Афтерлайф просто сейчас себе принесет масочку, сейдж-маск, и салву. Задроты. Ну, тут второй уровень возьмут ребята, Афтерлайф и Чуваш. Могут попробовать напасть на Оракла, если тот окажется в плохой позиции. Просто вкатиться на него толпой и запинать. А второй они могут получить чуть-чуть быстрее, чем их соперник. Это, кстати, забавный момент. Да, вот, вот, чтобы вы понимали, что происходит. Вот он флоу паровозит. Тут вот гипхиор. Ну, а Бигнум что? Бигнум силы тут немножечко понавысасывал. Да, а не могут ему ничего сделать сейчас. Ни флоу, ни вельхиор. Они, если подойдут вдвоем сейчас, то получат еще по минус 4. Бигнум станет невероятно большим. А, герои такие. Так даже если у них и появится этот урон, то что они ему сделают? Пособности не самые лучшие для убийства таких андайингов. Он просто себе надавит на педали и будет бежать. Так, слушаю, там летит ракета. Все, ракета прилетела. Шарды, ах, чуть-чуть не получается. Локация была бы великолепная для того, чтобы закрыть. Тут один только, по сути, такой узенький проход через деревья. Но ничего страшного. Да, оракл там нормально пока что. Ману свою тратит. У него заклинания не самые дорогие. Если честно. У флоу 326 здоровья только что было. Ну, максимальное, в смысле, здоровье. Да, да, да. Три дикея и все. Там снизу арка уже убили. Вот такая интересная линия получается. Тусик и эвентрейнджер. Ну, ВР как раз... ВР как раз и может играть еще за счет того, что у нее и дальность атаки-то ведь не самая маленькая. У нее там 600, у Гирыча, к примеру, 365. Почти в два раза дальше атакует сама Винрейнджер. Оракл, конечно, там далеко может бить. Не нажимает Виндран. Не нажимает Виндран ВРК. И не нажимает... Как же тусик круто все сделал. Автерлайфа, правда, подправили. Сеточка, Вильхиор. Да. Слушай, ну все на тоненького сыграли. И все были молодцами. Вот что хочу сказать. Хотя, возможно, ВРК могла нажать Виндран чуть пораньше. И просто забежать под башню. Вот еще до того, как Оракл у нее заряжал. А, она перед нажала. Я понял. Ну да, она подольше пожила, скорее всего. Так, Чуваш вот с Вильхиором встретился сейчас. Перекрывает ему дорогу. Автерлайф уже на месте. Да, есть вкатывание. Пауэршот. Минус Дум. И в центр идет стяжка от Оракла. Это все видят. Это все видят. Это все под вардами. Тут же на месте Санейка. Наиву надо быть чуть поосторожней. Бигнум подошел. У Бигнума и есть Сол Рип. На 11 на 6 и 16 на 7. А там двойной урон еще на Оракле. Только обратил на это внимание. Дума вновь нашли. Еще вкатывается Тусик. Вильхиор пока не особо-то и пытается уходить. Но, естественно, ему сейчас пути быстренько обрежет Тусик. Да, хорошие шарды уверенные. И все. И опять наив. Я просто смотрю на наива. У него опять нет здоровья. А что происходит? При этом Квопа без ботла, да, играет? Ну, я знаю, что сейчас многие пытаются играть без ботлов, но... Черт побери. Да, и при этом Чапи тоже на фрифарме. У него 26 на 14. Так мы про какие-то варды пинговали. А, нет, не варды. Это, возможно, ганг был. Наива начинает Мэджикл потихонечку пробивать. Возможно, готовился к выходу Оракла. Но Оракл просто подвардил и убежал. Да, вероятно, ему просто намекали, что надо как-то помочь на центральной линии. Тусик на ходе Оракла. Зажимает его. Санейка. Пока еще живет. Да, и чуваш, конечно, не сможет дальше за ним гоняться. Тут и святыня, и Тинкер с центральной линии ушел. Я думаю, информация эта есть. У Тускара. Еще вар поставили. Неплохо, неплохо. Ну, хорошо, пронюкали. Не дали Тускару даже в шарик свернуться. Это достойно, королевы. Да нет, на верхней линии вообще путь заказан туда практически всем персонажам. Не знаю, на что они рассчитывают сделать действительно Фантом Лансера. Там еще шестой сейчас пойдет. Какие-нибудь диффузики побыстрее себе Чапи притарит. И все. На верхнюю линию, кстати, летит Курьер. А, он везет Аквилу для Чапи и Стики. Уже улучшенные, да? Ну, считай, да. Считай, есть Аквила. Там, смотри, на верхней линии сейчас будут убивать пол. Да. Пошло вкатывание. Шардики. Ну, все. Шардиками нормально накрыло. Нет, хорошо начинают Империя. Мне, в принципе, все нравится. За исключением, пожалуй, старта Квапы. Но, обрати внимание, сейчас на Queen of Pain. У нее крипстат идентичный крипстату Тинкера. К ней прилетает, наконец-то, Боттл. Теперь она будет чуть более устойчивой. И по контролю рун, конечно, герой потрясающий. Ой, там Тинкера, кстати, сейчас убили. Ну, и этот момент тоже, как бы, немало важен. Санейка идет добивать сейчас Наива. Да, и убивает. Ну, там бы успел поставить. А вот подлечить не успел. Что случилось? А как так? Что? Как это вообще возможно? Без шестого. Воу. Убивает Пэлло, у которого еще семь стиков. Все видели, как это... Вот как это делается, пишет Флоу. К сожалению, извини, но не видели. Обязательно... Посмотрим. Когда-нибудь. В записи. Там сейчас... Ну, Чаппи... Чаппи собирался мстить. Флоу. Но только тот изворотливый убежал. Терлайф. Ну, это очень активный туск. Жалко, что такие тусики не всегда выигрывают. Ввиду тех или иных особенностей. Дотки 2. Ну, хорошо. Долгосрочно это перспективе. Если даже сейчас... АФК 20 минут лес будут просто... Как они в прошлой игре делали. Были АФК 20 минут. Так, погоди. Флоу раскручивается. И укатывается 80. Здоровье у него оставалось. На момент раскрутки. Да, так вот. То... Что делать с... Пэллом? Тем же. Да, гирокоптер есть. Но мы знаем, что все. Флэг заканчивается. А Пэлл-то не заканчивается. Пэлл будет продолжать драться. Болево флэг не такой сильный, как ранее это было. Фигнум пытается улететь. И улетит. Виндрейнджер с фокус файером. Вот это Афтерлайф, вероятно, ошибся. Нет. Шарды. Шарды спасают ситуацию для Афтерлайфа. Ракета летит. Попадает. Но это пока только минус рейндропы. С центра идет перетяжка от Наива. У него одна секунда до Соник воевать. Сейчас будет прыгать Квопа. Санейка спрятался. Найдут его или нет? На... А! Нашли парт. А Санейка не видит! А он и не дышит! Он про... Его реально не увидели! Это просто шок. Он реально спрятался за деревом, как будто, знаешь, подбайкил даже на этот вард. Такой типа, эй, ребят, смотрите. Тут есть вард, а меня там нет. Так, коллдаун. Снизу слышу. Арк, че-то этот... Расстроился, что ли, немного? Или в бешенстве, возможно? Так, причем, многие персонажи могут справиться с таким функционалом. Ну, Тускар поубивал всю карту. Так, нашли тут. Ммм. Ну, конечно, сворачивается и вроде бы как укатывается, но его все равно убьют. Конечно, Тинкер не пустит никуда. Снизу нападает на Afterlife Ark. Бигнум, вот опять Soul Reap есть, но лечение он не использовал. Видимо, хотел подлечить Тамбу, но с Тамбой и так, и так гирокоптер расправился. А, да, я помню, я помню. Да, было такое. Ну, возможно, это какие-то у них личные терки. Так, сейчас будет еще одно копье. Да, вынуждает прилететь гирокоптер сюда, там гальер. Так же на месте Doom. Иллюзии пытались развести, но нет, не повелись. Не повелись 20 минут АФК и убивают они Phantom Lancer наконец-то спустя столько времени. Сейчас даже гирокоптер его, скорее всего, сместит с первой строчки по фарму. Но плотничком идут сейчас имперцы. У них Вапа в хорошей форме. У них Виндрейнджер отлично фармит Afterlife. Ты посмотри на него, у него фейзы, дживелин. У него так много. У него так много, как ни у кого на этой карте, возможно. Да, он на 9 монет от Пэлла отстает. Силы света укрепили свои строения. Это значит, что им нельзя навредить. Да, сейчас Плова может быть небольшой неожиданностью. Afterlife без телепорта. Но Наив пока под покусаками бегает. Он ищет наиболее уязвимые цели. И попадает под раздачу от Сэшбакла Флоу, который просто укатывался и хотел сбежать с верхней линии. Ну, в общем, да, забавно получилось. Так, Берк прошивает Флоу. Вард только что видел Вилхиора вместе с Арком, как они ушли также с этой линией. И в итоге рассасываются сами. Team Empire. Так, а на Флоу тут было нападение, но, видимо, фалс-промисс. Наив. Вот Соник Вейв второй так до сих пор не реализовал. Вначале они там справились с Тинкером. Так, Сонейка. Кажется, все. Да, хороший, кстати. А нет, не все. Отличный фейтсгикт. Да, он в итоге спас себя от пауэршота четвертого уровня. И чувашь сейчас еще одну ракету получит. Да, слышу, как она летит. Но тут святынька уже. Да, хорошая была игра Атакбара. Теоретически, да. Так, не получилось у Верки ничего сделать с Пангольером. В итоге она просто пошла и умерла. Здравствуйте. Все видели? Вот как это делается. Ну, вот так, ребят. Так Пангольер работает. А так работает гирокоптер, да, против Андайна. Ладно, его тут втроем нашли. Нет, ну с Пангольера я был немножко в шапотинку. Там Тинкер только что выжил на десяти хитпоинтах снизу. А вот Чапи не факт, что сможет выжить. Да, получает он Инфернал Блэйд. Получает также свой Ашбакл. Дум по Виндрейнджер. Еще одно убийство. Ну, Империя начинает безбожно фидить. Все, что я могу сказать. О, Бигнум, хорошее лечение. А там уже и наив запрыгнул. Но какой там смысл, если никто не погиб? Все, заканчивается Дум на ВР-очке. Прячется Афтерлайф пока что. Очень не хочется ему подставляться. Бигнума зацепили. Минус Бигнум. А Афтерлайф... Я не... А зачем? Вот зачем он вскрылся вообще? Ну, типа, стой себе там. Стой и все. Не знаю, не умирай там. Ну... В чем... В чем суть была этого появления из Лису? Боги видят. У нижней башни сил тьмы нет даже рук. Ну вот, проигрывали. Только что. 20 минут АФК. 3000. Сейчас они выигрывают 4000. Империя, по сути, ничего не сделала, понимаешь? Ну, то есть, они... Они, конечно, ходили, просто фидели, как не знаю кто. Ну да, бред. И командных замесов не было. И не было каких-то снесенных башен. Ты посмотри, 5 башен стоит внешних у одной команды и 6 у другой. То есть, за что были все эти сражения? За что? Империя только что проиграла 7000. Я не понимаю. Хоть убей. Для меня это загадка. Ну, сейчас Бигмам еще умирает. Нет, не умирает, кстати. Не попал по нему кулдаун. Ну и... Хорошо. Что теперь? Теперь фармим, значит, диффуза. Дальше, все. Гирыч, правда, 6700. Чапи бегает вместо фарма. Не, ну он может повпитывать, конечно. Да, но вот именно, что... Просто бегай себе там дальше, фарм. Но, с другой стороны, если ты бегаешь, фармишь, то купи диффуза. Потом купишь себе худ. Потом купишь худ, ты просто быстрее на него нафармишь. Да, и правда, очень интересно получилось. Бедная центральная башня. Сил тьмы одна среди полчищ врагов. Центральную башню. Сил тьмы атакуют. Да, плюс еще аганим, скоро появится. Фарм так же немного ускорится. Да, тоже вариант неплохой. Там снизу. Кажется, нашли Мэджикала. Нет, не нашли. Он отбросился по кусаками. И вроде как жив. Шекл очень неплохой. Если бы за Шекл забрать Орахла, вообще великолепно бы получилось. Фотуматор прыгает, Мэджикал и умирает. Ну, хотя бы разменяли этого Пэла с худом против Тинкера, который умирает от Тинкера. Слушай, а он худ так и не нажал, да, я так понимаю? Я бы... Не знаю, что происходит. Пангалер еще раскрутился. Ой, а тут уже блингдагер. Привет. Приветики. Там немного неправильным углом зашел в поворот. В итоге. Не по той траектории, а трикошетила Пангалера. Но в общем-то, в общем-то продолжают сейчас 20 минут ФК спокойно наращивать преимущества. Примерно как Войт сегодняшний. Мягко говоря, не радует. Или чуть... Похуже, чем тот Войт? Серьезно? Ты хочешь сказать, что есть что-то хуже, чем тот Войт? Ну, а вдруг он еще вывезет? Ну, если его не нажимать, то он не поможет. Есть такая... Я считаю, как коммент одним глазом пишет, что он уже, походу, на шаду амулет парнит. У меня животик прихватило немного. Ну, паблик пабликом, да. Но тут-то у нас профессиональная дота. Надеюсь, до шаду амулетов не дойдет. Так, но дошло до аганима на Герыча. Как он теперь бодренько фармит? Вот просто, просто Х2. Вот у тебя дабл дэмэдж появляется. Покупаешь себе аганим, у тебя двойной урон. Летаешь и фармишь. Санэко постоянно все успевает нажать. Ты уверен? Да, он не умирает. Там под Вардом, кстати, фармят. Вот эти покусаки летают. Чуваш тут недалеко. У него блингдагера нет, ничего нет. И он не уйдет. Так, а Геррокоптер уже отпушивает верхнюю линию. Где, к слову, был фантом лансер. Доппельгангер. Замечательно. Ну, это очень крутая схема. Ну, прикинь, 800 здоровья просто восстанавливаешь на Верочку. А эти 800 здоровья тут далеко не каждый персонаж может перебить. Так, я тут случайно, короче, нажал одну штуку и у меня все съехало. Но я вроде бы вернулся на место. Простите меня, пожалуйста, дорогие мои зрители. Я не виноват. Оно само. Да, Рошан пока падает. У Санэка еще один вауэршот получил. Очень неприятно. Колдаун залетает. Соник Вейв. И все. Да, Чапи сейчас будет умирать от флоу, судя по всему. О, ой, как промахивается-то чуть-чуть. Вау, но нет. Не совсем промахивается. Фантом Лантера смогли забрать. Но в этот раз Хутон нажал. И стики нажал, слушай. Учится на своих ошибках. Жалко, что команда его только что погибла. Не вся, но Эгиду не получилось отвоевать. И в итоге уже 9 тысяч перефарма у К-20. Не, я с тобой полностью согласен. Мы совсем других фантом лансеров привыкли видеть. Которые за счет этих ранних диффузов идут как-то быковать. Ну, тут как-то... А, угу. Да, он еще Дум получил только что. И сейчас умрет еще разочек. Да, я вижу, у него ничего нет. У этого дома. Ну, как бы это тебе не визаж, понимаешь? Тут одного персонажа контролить. Так, и Клопу сейчас еще почти-почти смогли. Ну, не знаю, не знаю, как с таким фантом лансером сейчас выйти из этой игры победителем. Вообще не представляю. Так, там Наив что-то прыгал-прыгал и запрыгнул в итоге в четверых. То есть, совсем неправильно отпрыгнул от нападения. Видимо, не обратил внимания. Возможно, просто не успели появиться еще ребята, которые у него в тылу находились. Пора заканчивать, на самом деле. Такую каточку. Дирыч уже поднимается на базу. Ну, и... Сноубол вроде бы неплохое. И флоу вроде бы неплохо сейчас раскручивается. Да, да, да. Он просто катился вдоль этого сноубола. Заточка неплохая. Сбивают и гиду наконец-то. Чапи пока не может сражаться. Тинкер все это время стоит и колдует. Мэджикал. Еще лазер. Пристрелил крипа. Так ему, конечно же, и нужно. Ракета залетает в чапи. Наив. Пытается охранять своего фантом-лансера. Но там все не так просто. Там спирит весла. Правда, Вилхиор далеко забрел. И уходят из-под атаки по кусак Team Empire. Ну, что ты опять начинаешь? Какие-то артефакты ждать. Как-то продумывать свою атаку. Вот в прошлой игре у нас был Войт, который за 10 секунд до хроносферы пошел месяца. Или за 20, я не помню. 20, кажется. Вот. Ну, сложно. Сложно это ждать. Это все игра виновата. То, что тайминги не совпадают. И команда виновата. То, что не дала курьера подвести себя пораньше. Он же не мог остановиться и не идти драться. Ну, ладно. В любом случае, этот эпизод практически никак не повлиял на общее положение вещей. Ну, потеряли дума. Хорошо, замечательно. По-прежнему 14 тысяч проигрывает Team Empire. И по-прежнему график, вот я просто смотрю, он просто вверх уходит. Да-да-да, куда-то в космос улетает. Еще и Айон Диск на Пангалере. Ну, конечно, конечно. Я про общий исход, конечно же, имею в виду. О, только что обратил внимание, как Oracle сбил флоу Айон Диск. Как тебе такое? Нормальный комбат? Ну, да-да-да. Просто 2 минуты АФК теперь можно. Это 20 минут АФК, а это 2 минуты АФК. Ну, так, небольшой турне по своему лесу себе организовал. Понятно, что сейчас Империя будет просто сидеть на булке и ждать, когда к ним на базу будут там заходить. И если АФК 20 не протаивает инициативу, эта игра может длиться еще, не знаю, минут 40, а то и больше. Так, убегает Афтерлайф. Успевает убежать в тень. И Вилхиорн недозамахнулся думом. Я просто к тому, что если АФК 20 ничего не будут делать, то этот ПЛ рано или поздно станет большим. Да я понимаю, я поэтому и говорю, что еще минут 40 должно, наверное, пройти, чтобы Фантом Лансер стал прям совсем-совсем мощным. Но суть в том, что пока игра не заканчивается, была одна попытка захода по центру без БКБ. Прилетела БКБ, где попытки захода? Хорошо, возможно, это ожидание Рошана. Замечательно, до Рошана минимум еще 2 минуты. И все эти 2 минуты ПЛ, хотел сказать, будет фармить, но нет, пока что он стоит в лесу. Да. Да, все так же с Хилинг Сел входит в своем инвентаре. Надо взять себе на вооружение. Ну, в паблике я имею ввиду. Тоже пользовать такую штуку. Себя спасать, конечно же. Так, Афтерлайф погиб от Вилхиора. Его там нашли. Тангольер запрыгивает на вражескую базу. Убивает Андаинга. Но начало неплохое. Стоит сразу же сказать. Начало неплохое для захода. Так. Герыч. Пока вроде бы поживет. Да, башня горит. Правда, проживается Глейф. Арка. Там чуть-чуть обезоружили. Подлечили. Дальше. Полетели еще одни шарды. Забегает еще одна иллюзия. Ну, да, башня горит. Ничего не могут пока Тим Эмпайр противопоставить. Теряют они Т3. Но на очереди, мне кажется, будет все-таки Рошан. А не драка на вражеском... На вражеской базе. Ну, это достаточно хороший такой размеренный темп получится. При том, что Фантом Лайсер не успеет там пока еще всех догнать, обогнать, перегнать. По фарму. Просто тяжело справляться сейчас, банально, с гирокоптером. Вот его сейчас неким убивать. 20 брони. Там, 1800 здоровья. Разве что как-то застать его врасплох и там через шекл-шот не дать ему поражать кнопки. Ну, может он с расчетом... Может он с расчетом на то, что иллюзии, что так, что так умрут у гирокоптера. А БКБ вам может ему против всех этих пангольеров, тинкеров, которые, кстати, с аганимом. И очень сложно тинкера с аганимом убивать, будучи Фантом Лайсером. Ну, пока да. Пока да. Тут я полностью согласен. Но просто без БКБ начнись сейчас быть какая-то драка. Чапи кажется точно таким же бесполезным, каким он был и 30 минут до этого. Ну, поглядим, поглядим. Ну, просто... Гирич просто и так фармит очень сильно у гирокоптера. И так урон слишком большой. Эти иллюзии, мне кажется, они сейчас что так, что так жить не будут. Там колдаун, плюс флэк и все, до свидания. Мне кажется, что вот где-то вот в таком ключе идет мысль Фантом Лайсера сейчас. Так, ну вот Чапи-Чапи побежал. Он видит Вилхиора. Да, пошел разбег. Самое время не дать, думал, нажать кнопки. Я не знаю, что... Ну что? Ну как? Что это было? У тебя БКБ? Дуппельгангер? Что ты делаешь? Нет, я ничего не нажму. Типа, ну со мной же ничего страшного не произойдет, правильно? Я не знаю, Чапи в этой игре очень расстраивает. Возможно, он действительно хуже, чем тот Войт. Я прям понимаю теперь, о чем ты говоришь. Да понятно, но там и напряжение такое, и у тебя один шанс. Вот, ну, у тебя действительно, ты либо поставил и выиграл, либо поставил плохо и проиграл. Но здесь просто раз за разом я не знаю, что происходит сейчас с Чапи. Да, я тоже не в восторге на самом деле. Ну, ладно, игра пока еще идет. 24 тысячи перефарма. 24. Ну, Клопа просто очень обидно за Клопу в такой ситуации, потому что это не тот герой, который вывозит. У нее лимитированный, строго лимитированный урон. И если враг слишком силен, то Queen of Pain просто исчезает из игры. И мы, в принципе, это замечаем постоянно. Она ничего не может сделать. Да, ВР-ка вышла с топ-1 Нетворс. Топ-1 Нетворс на карте, вышла ВР-ка с линии. А дальше что? Верхнюю важню сил твы. Атакует больно, наверное, в обиде. Вот есть. Ну, а как теперь остановить этого гиролета? Да, так он сейчас просто будет загоним, он даже подходить и башенку вот так по одной тычке пробивать. Так, хорошо. Ману выжгли. Уже половина дела сделана. Он не нажмет флэк. Да, вкатывается дальше. Там пангольер. Там просто пангольер, который начинает душить. Да, с арком может и разберутся сейчас. Но, во-первых, его спасает орков. Во-вторых, там эгида. Плевать, что там происходит. Велкиор практически убежал. Слушай, а теперь-то можно поработать. Теперь можно поработать по санейке. Да, сбивают гирокоптера. Все, ястреб сбит. Вердалево взрывается и Квинок Пейн выжидает. Выжидает момент. Шекл неточный. Ракеты продолжают летать. По кусаке летают. Падает Т-3 башня на верхней линии. Чапи подходит. И у него ни худа, ни Блэкинг Бара сейчас нет. Да, и... И Мьолнир. И Мьолнир тоже на нем висит. Правда, Мьолнир сейчас заканчивается. Можно попробовать влететь. Так, там Томанцер под оглушением. Но... Глиф. Нажимается Глиф. Казарма пока еще стоит. Не стоит Казарма Магов сейчас. Нападают. Воу, чапи! Все, минус Томанцер. Выкуп будет или топку? И Бигнум тоже умер. Да, ГГ пишет Бигнум. И это 1-1 в итоге. Да, у нас будет решающая третья карта. Впервые за сегодня. Напоминаю, что это матч на вылет из этой квалификации на саммит. Ну, по сути, да и есть, да, квалификация. Победитель данного мини-турнира Summer Cup. Едет в LA на следующий сезон саммита. Саммит 9. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok